Добрый день, уважаемые коллеги. Ситуация, которая складывается с нашим сельским хозяйством в ближайшие два года. Мы прогнозируем, что серьезное банкротство будет у многих средних и слабых фермерских хозяйств, потому что они конкуренцию на рынке не выдержат. С чем это связано? Если посмотреть на особенности экономической ситуации в текущем году, то результаты прошлого года по валовым сборам зерновых культур создали серьезную проблему на внутреннем рынке. Потому что при производстве 100 миллионов официально, 150 миллионов зерна, тонн зерна, плюс переходящих 20 миллионов, это 170 миллионов. У нас экспортный потенциал 40, ну 45 максимум. То есть нам, чтобы это зерно продать, надо 4 года. Соответственно, цены полетели резко вниз. На юге тут проблема еще в том, что у нас нету животноводства нормального, ни в Краснодаре, ни в Ставрополь, ни в Ростове, ни в Волгограде. Поэтому те центральные черноземные полосы, они приспособились и в Сибирь, и в Волжье, они перерабатывают большой объем зерна за счет животноводства. На юге такой переработки нет. Соответственно, цены и дальше будут падать на зерновые. Тот, кто от них избавился, тот получил хорошую выгоду. Дальше цены будут только падать. Проблема еще в том, куда девать урожай, вернее, где хранить урожай 2023 года. Потому что емкость всех хранилищ по Российской Федерации 250 миллионов тонн. Вот смотрите, если мы хотя бы 100 миллионов тонн получим, у нас просто-напросто элементарно некуда будет девать этот урожай. И кризис перепроизводства, то, о чем всегда боятся все экономисты, потому что кризис перепроизводства, это еще хуже, чем недопроизводство. Потому что это обваливает производство полностью. Дальше у нас сохраняется таможенная пошлина. И эта таможенная пошлина, если бы ее не было два года, то хозяйство приобрели бы какой-то переходящий запас, который бы позволил им легко пережить эти два года. Но так как таможенная пошлина сохраняется, ее никто не отменяет, не собирается отменять, то это как удавка на шее сельского хозяйства. И надо сказать, что внешние факторы, они гораздо менее значимы, чем внутренние. Потому что вот эта таможенная пошлина, это худшее, что можно было придумать для сельхозтоваропроизводителей. Из положительного, что можно отметить, у нас стабилизировались цены на средства защиты, на удобрения, на горючие смазочные материалы и электроэнергию. Но вместе с тем у нас резко пошел рост на технику, на запчасти, на транспортировку и особенно услуги по уборке. Если брать услуги по уборке наемных комбайнов, то в 2021 году этот ценник был 2-3,5 тысячи гектар. В 2022 это уже было от 4 до 6 тысяч. В 2023 году это от 6 до 10 тысяч. То есть, соответственно, у кого нету своих комбайнов и урожайность меньше 4 тонн на гектар, это серьезные убытки при проведении уборочных работ. Нарушения логистических схем, которые мы имеем, они приводят к тому, что поставки запасных частей, вот в 2022 году в частности, они увеличили сроки поставки в 2-3 раза. То есть то, что раньше поставлялось в течение месяца, сейчас поставляется 3-4 месяца, а в некоторых случаях даже до полугода. Учитывая то, что крупные сельхозтоваропроизводители практически на 90% из иностранной техники, это джангиры, кейсы и так далее, то понятное дело, что в прошлый год они еще как-то перебили за счет ресурсов, которые были. В этом году они столкнутся с серьезными проблемами, а на следующий год это будет катастрофа. Ну и соответственно, у нас еще есть проблем серьезных, это ограничение поставок семян, в частности пропашных культур. Если брать такие культуры, как сахарная свекла, это 95% импортные семена, и заменить их у нас нечем. Если взять подсолнечко, это 65% импортные семена. Заменить их с определенной натяжкой можно за счет семеноводства своих сортов, но пока эта работа в зачаточном состоянии. Если говорить по кукурузе, здесь ситуация несколько попроще. Сложная ситуация с овощами, еще сложнее ситуация с цветами. Вот прогнозные цены, которые мы прогнозируем на 2023 год. Здесь взято всего 12 культур, но те, которые имеют площади от 20 тысяч гектар. Значит, по ценнику мы что прогнозируем? Дальнейшее снижение цены на ячмень, на мягкую пшеницу, рост цен ожидается на горох, значит, несколько возрастет цена на рапс, на сахарную свеклу. По сахарной свеклу, если так ситуация продолжится, то мы через два года останемся без сахара. То мы кричали, что у нас перепроизводство, некуда девать. Как говорится, а сейчас уже надо об этом серьезно задуматься. Теперь по культурно, как складывается экономика. Если брать юг России, то у нас в основном можно разбить на три больших климатических зоны. Это светло-каштановая, каштановая и темно-каштановая почва, где до 400 миллиметров осадков. Это черноземы южные, где количество осадков в среднем 400-500 миллиметров. И черноземы обыкновенные, где у нас от 450 до 600 миллиметров осадков. Остальные типы почвы у нас фрагментарные. Там выщелоченные черноземы, есть соломцовые комплексы, но их доля незначительная. Так вот, если мы посмотрим по ситуации, которая складывается с яровым ячменем, то независимо от типа почвы, количество осадков, эта культура является убыточным в текущем году, потому что уровень затрат и себестоимости не соответствуют выручке, которую мы получаем с гектара. То есть это и на каштановых, и на черноземах южных, и обыкновенных яровой ячмень убыточен. Что касается яровой твердой пшеницы, эта культура представляет большой интерес, потому что стабильно цена на яровую твердую пшеницу достаточно высокая. И начиная с черноземов южных и черноземов обыкновенных, здесь мы имеем стабильно хорошую экономику, стабильно хорошую рентабельность. Сложнее ситуация с каштановым почвами. Если на темно-каштановых почвах еще экономику можно как-то выкрутить по яровой твердой пшенице, то на каштановых и светло-каштановых почвах экономика не складывается, потому что уровень продуктивности и затраты не сопоставимы. По просу. В прошлом году вы знаете, что у нас по Российской Федерации посевная площадь проса была в три раза ниже, которая была в предыдущем году. В итоге всплеск по стоимости закупочной цене на проса возрос резко. Но в этом году мы ожидаем, что площадь увеличится и цена припадет до соответствующего уровня, там в районе 10 рублей она так и останется. Так вот, по просто ситуация такая, что в принципе эта культура даже на черноземах южных она убыточна. Более-менее получается на черноземах обыкновенных, где больше 550 миллиметров осадков, где продуктивность больше трех тонн за гектар, стабильная получается. Там еще по просто можно как-то заниматься и получать соответствующие результаты. По СОРГО. Ну СОРГО вы знаете, его разделяют СОРГО белое, СОРГО красное, СОРГО суданские гибриды. Речь идет в данном случае о СОРГО белом, которое наиболее востребовано. Но рынок СОРГО у нас, да, из зерновых культур, это единственная культура, которая не попала ни под какие, так сказать, таможенные сборы и санкции. Поэтому это в какой-то мере заинтересовало сельхозтоваропроизводителей. Но тут опять вопрос. Дефицит семян хороший, хотя Евралис там открыл в Павловске, в Воронежской области, свой завод. Но семян, которые производит Евралис, пока еще недостаточно. Адванта, которая в принципе заходила как мировой лидер с семенами СОРГО, на сегодняшний день не готова в нормальных объемах и в те сроки, которые необходимо поставлять семена. По СОРГО тут какие вопросы? Вопросы в том, что со злаковыми сорняками можно бороться только, если семена обработаны соответствующими препаратами, которые у нас не зарегистрированы. То есть это получается серый в какой-то мере рынок. Ну и по СОРГО очень много вопросов, связанных с недостаточно освоенной технологией возделывания. Поэтому, если заниматься СОРГО, то СОРГО надо заниматься серьезно и получать серьезные партии. Тогда можно получать продуктивность от 5 тонн и выше, тогда эта культура рентабельна. Все, что мы получаем до 5 тонн по СОРГО, это нерентабельно. Дальше, по ГОРОХу. ГОРОХ в этом году прогнозируется рост закупочных цен, потому что сейчас в стадии завершения переговоров с Китаем по поводу закупки зернобобов, в частности, интересует Китай достаточно кроме СОИ, их интересует ГОРОХ, их интересует чечевица, те бобовые культуры, которые у нас в принципе произрастают и дают неплохие результаты. Но проблема по ГОРОХу какая? Очень высокая себестоимость. Почему высокая себестоимость? Потому что высокая норма высева, достаточно дорогие семена, очень много импортных семян, хотя у нас работают целые институты, но потребности внутреннего рынка, к сожалению, не могут закрыть ни Краснодарский, ни Донской института, где ведется селекция гороха. Есть неплохие сорта, вот семеноводство, к сожалению, очень сильно охромает. Конечно, в определенной мере этому способствовала и та политика, которую ведет наше Министерство сельскохозяйства. Но сейчас ситуация начинает меняться, может быть, что-то улучшится, но перспективы по гороху достаточно хорошие. И по экономике на черноземах горох вполне прилично себя выглядит, достойно себя показывают, за исключением, конечно, каштановых почв, где количество осадков менее 400 миллиметров. Для гороха критичны, конечно, перед цветением налива, и, может быть, даже те запасы влаги, которые есть весной, они могут быть достаточно, но высокая температура вперед-налива могут свести, но нет все усилия по гороху. Поэтому вот то, что было, допустим, в 2022 году, когда даже ведущие сельхозтоваропроизводители, которые в предыдущие года получали 4-5 тонн за гектар, в прошлом году получили 20-25 центов. Что касается нута, культура очень интересная, ввиду того, что у нас с Индией очень хорошие отношения, а Индия основной потребитель нута, цена сейчас на нут стабильна, достаточно высокая, и экономика по этой культуре хороша на каштановых почвах, это одна из немногих культур, которая на каштановых почвах дает хороший финансовый результат. Несколько хуже, экономика как раз таки, где уровень влагобеспеченности выше, потому что нут очень не любит высокую влагобеспеченность, и были случаи, когда перед цветением, когда активные обильные осадки выпадали, нут просто погибал, потому что эта культура все-таки засухоустойчива, она не любит большого количества осадков, перед цветением, формирования зерновки. Но экономика по этой культуре очень хорошая, практически по всем зонам, есть целые холдинги, целые предприятия, которые на нуте построили достаточно успешную экономику и хорошо себя чувствуют. Но по нуту есть целый ряд технологических моментов, которые агрономы, которые не сталкивались с этой культурой, конечно, первые 2-3 года набивают серьезно шишки и серьезно без учета ошибок и без нормального консультирования в принципе по этой культуре очень сложно получать хороший результат, если вы эту культуру только начинаете. После того, как вы ее освоили, вы тогда вполне нормально можете с ней работать. По льну маслячному. Ну, после того, как в прошлом году обвалились цены на льну маслячный, многие очень осторожно стали относиться к этой культуре. Хотя буквально в 2021 году это был такой драйвер, когда у нас цена доходила до 60 тысяч за тонну, лен был крайне экономически выгодной культурой, а вот в прошлом году, когда цены обвалились до 20 рублей, 25 рублей, экономика у многих оказалась нулевой и даже убыточной. Единичные хозяйства, у которых себестоимость польна польна оказалась ну ниже 20 рублей. Это единичное хозяйство. Поэтому в польну у нас достаточно большой объем переработки, однако это экспортная культура, которую покупает в основном Евросоюз, в частности Бельгия. и пока просвета по этой культуре не видно. На этот год небольшой рост по ценам мы прогнозируем, но так, чтобы, как говорится, использовать культуру можно только лишь с точки зрения поддержания севоборота и выбора предшественника для озимой пшеницы. Вот в этом плане ее можно оставлять. По горчице. Горчица это такая культура, которая, ну, вы знаете, есть сарепская, есть белая горчица. Вот белая горчица она более большей ценой пользуется, но урожайность в ней похуже. У горчицы сарепской урожайность повыше, но ценник чуть пониже. Но тем не менее горчица по экономике очень даже хорошо себя показывает. Поэтому для засушливых зон южных черноземов и каштановых почв горчица вполне себя оправдывает. Эта культура хороша не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения предшественников для последующих культур. Великолепный фитомиллиорант. У нас основная переработка народа сейф сарепти в Волгоградской области. И в принципе объемы переработки достаточно большие и пока они не перегружены. Поэтому по этой культуре стоит обратить внимание на экономику возделывания этой культуры. По подсолнечку. Значит, несмотря на то, что подсолнечек в цене у нас подпровалился благодаря достаточно высоким урожаем предыдущих лет, но тем не менее эта культура из яровых культур по-прежнему остается наиболее рентабельным. И это также останется и в текущем 2023 году. Если посмотреть на структуру пассивных площадей Ростовской области из 5,6 миллиона гектаров у нас 2 миллиона 850 тысяч это зимы, порядка миллиона миллиона 200 это пары, а вот площадь подсолнечек у нас за последние годы с каждым годом увеличивается на 100 тысяч. К примеру, если в 2021 году это было 800 тысяч, в 2022 году 900 тысяч, в этом году мы ожидаем где-то миллион, миллион 50 тысяч посеет, потому что по-любому экономика этой культуры остается достаточно хорошей. Единственное, на что надо обратить внимание, в связи с текущей ситуацией, где осадки выпадали очень неравномерно, это если брать Ставропольский край, часть Краснодарского края и часть Ростовской области, для этой культуры прежде чем принять решение относительно посевов, надо сделать, определить запасы влаги в двухметровом слое, потому что если в двухметровом слое у нас больше 250 миллиметров продуктивной влаги, то эту культуру можно сделать даже на темно-каштановых почвах, и это экономически будет оправданно. Что мы наблюдали в 2022 году даже в Калмыкии, где были запасы влаги достаточно хорошие, получили вполне сносный урожай, экономически оправданный в условиях 2022 года. По кукурузе, к сожалению, кукуруза на зерно у нас традиционно не очень хорошо экономика выглядела предыдущие года, а в текущем 2023 году мы прогнозируем в подавляющем большинстве это будут убытки. То есть с этой культурой экономику не построишь. Есть условия, которые, допустим, тот, кто держит животноводство, где нужно выращивать кукурузу на силу, там им деваться некуда, но они все это отобьют, как говорится, на животноводческую продукцию, если она у них достаточно продуктивная по надоям, по привесам. А если животноводство наладан дышит, то с кукурузой лучше не связываться, а делать сенажи из третикаля или многолетних бобовых трав. То есть экономика по кукурузе однозначно отрицательная. По сахарной свекле. Сахарная свекла, надо сказать, у нас традиционно из полевых культур самая рентабельная, самая доходная культура. Единственное, конечно, условие это должно быть не менее 500 миллиметров осадков. Это должны быть черноземы южные, обыкновенные, но на южных продуктивность значительно ниже, потому что потенциал плодородия гораздо ниже, ниже мощность гумусового горизонта. А вот на черноземах обыкновенных эта культура вполне достойно себя показывает. И даже при тех минимальных закупочных ценах, которые мы прогнозируем, потому что сахарники сейчас сахароперерабатывающие заводы всячески будут выкручивать руки с рухозного производства. Но тем не менее эта культура по-прежнему остается достаточно выгодной с точки зрения экономики. Другой вопрос, что с техникой, особенно уборочной техникой по сахарной свекле возникают дополнительные сложности и дополнительные вопросы, поэтому тут есть определенные ограничения с точки зрения посева. Но по-прежнему в Ростовской области мы так и остаемся на уровне 16-17 тысяч гектаров, которые мы сделаем сахарной свеклой. Больше в Ставропольском крае, ну и конечно лидером у нас является на юге это Краснодарский край. Хотя Краснодарский край ненамного опережает Воронежскую область. Ну и по яровому рапсу. Яровой рапс у нас практически культура такая, она достаточно новая, она интересная культура, но она экономически оправдана там, где среднегодовое количество осадков более 550 миллиметров на черноземах обыкновенных. В заключении, значит, при среднем количестве осадков менее 350 миллиметров, это светло-каштановая почва, все яровые культуры являются нерентабельными, и там гораздо выгоднее держать сочетание, как оно и есть, паразима пшениц. Единственное, что здесь при таком чередовании паразима пшениц, надо обратить внимание на то, чтобы в паровом поле мы сохраняли влагу не бездумными механическими обработками, а сочетанием химических обработок с необходимыми механическими. Слава Богу, у нас в текущем году стоимость глифосатова значительно сократилась, был дикий рост в 2021 году, на 2023 год цены на глифосат вполне приемлемы. И в этом году очень хорошо себя будут чувствовать те, кто работает по наутилу, потому что у них экономика гораздо лучше складывается, чем у классиков и минимальщиков. На всех типах почв, независимо от количества осадков, в 2023 году среди яровых культур являются убыточными яровой чмень, кукуруза на зерно и с небольшой рентабельностью львомасличный. Наиболее рентабельными яровыми культурами при осадках более 550 миллиметров являются сахарная свекла, подсолончик, горох, яровой рапс. На черноземах южных это яровая твердая пшеница, нут, подсолончик, сорга, горчица, просы. И на темно-каштановых почвах и каштановых почвах традиционно экономически выгодными культурами являются нут и горчица. Благодарю за внимание. Друзья, какие вопросы есть Александр Валентинович? Можно рапс вернуть? Яровой? Пожалуйста. То есть он наиболее рентабельный? Он рентабельный там, где больше 550 миллиметров осадка. Но имейте в виду, что если вы не сталкивались с технологией ярового рапса, это сразу планируете 4-5 обработок, потому что инсектицидные. Потому что мы находимся в зоне распространения картофельной моря и когда мы составляем бизнес-планы для хозяйств, для холдингов, это обязательно нужно учитывать. Валентинович, пожалуйста. Позвольте, с чем еще связано увеличение затрат? Вот я смотрю по увеличению среднего годового производства осадка у вас будет создать? Ну, это связано прежде всего с увеличением продуктивности, которая увеличивается за счет больших дозировок носимых удобрений и соответственно использования фангицидов. А за горщицу черную чего-нибудь создают? Дело в том, что горщица черная очень перспективная культура, но если вы занимаетесь этой культурой и у вас есть семена, это очень тема интересная. Спасибо. А можно еще? А если вы посмотрели в какой случай день орошения на себе? На орошении смотрите, на орошении это совсем другая тема, она не была заявлена, Николай Васильевич ничего насчет орошения не говорит. Вот я что хочу сказать по поводу орошения. В прошлом году некоторые хозяйства, которые получили даже 120 центеров по кукурузе, получили убытки, потому что себестоимость осталась 14 рублей. Представляете, у нас очень дорогая вода, я имею в виду Ростовскую область. Если, допустим, брать орошение, то у нас на орошение уходит в среднем на гектар от 30 до 60 тысяч рублей, понимаете, и не факт, что вы даже овощную продукцию сможете продать по такой цене, чтобы окупить это расширение. Я уточню, на примере этой таблицы, то есть у нас прибыль от минус 2 до 3 тысяч, до 3-х, это минус. Да, там, где плюс, где плюс впереди, то это... Да, да, да. Чтобы разночтить. Да, да. Ну вот смотрите, вот допустим, 450 миллиметров от минус 2,5, если у вас продуктивность 1,3 тонны, до 16,5 тысяч прибыли, если у вас 2 тонны продуктивность получается. Это уже разбежка по продуктивности, чем обусловлено. Уровнем технологии, качеством подготовки кадров, сроками проведения, понимаете, тут много факторов, которые очень сильно оказывают влияние. И, конечно, безусловно, сроками уборки. Продолжение следует...